Доктор технических наук, профессор, академик, директор авиастроительного холдинга, председатель секции кибернетики Центрального дома ученых РАН Владимир Гуревич Беликов, к тому же обладатель фантастической коллекции гравюр. Исходным являются увлечения книгами. Книги не только по содержанию, но и по художественному фабрилю, по дизайну. Книжная иллюстрация. До середины XIX века книжной иллюстрацией были оригинальные гравюры. Это уже потом фотохимические способы начались воспроизведения, как сейчас. Поэтому любая художественная и книжная продукция была с оригинальными гравюрами. И потом это затягивает, в общем-то, гравюра, как вид искусства. Очень необычный, уникальный, в общем-то. Плохо до сих пор даже воспринимающий, потому что в постоянной экспозиции гравюра никогда в музеях не бывает. И, наверное, народ не привык. Гравюру надо внимательно смотреть. Здесь масса всегда подробностей. Свою коллекцию отечественной и зарубежной печатной из танковой графики Владимир Гуревич собирает более 30 лет. Сегодня в коллекции около 15 тысяч произведений искусства. Это рисунки, афорты, эксилографии, линогравюры, книжные миниатюры. Самые ранние из них датируются XV веком. С 1988 года состоялось более 450 выставок из собрания Беликова в нашей стране и за рубежом. Мы знакомы уже 6 лет. Это третий наш совместный проект. Четыре года назад была выставка образовичной книги. Это была европейская гравюра на религиозную тему из собрания Владимира Гуревича. Два года назад была выставка известного русского афортиста Николая Масютина. И вот сейчас мы представляем выставку театра Шекспира в английской гравюре. Коллекция Владимира Гуревича кажется просто неисчерпаемой и нет, видимо, такой темы, которую он, подумав, не смог бы проиллюстрировать произведениями своей коллекции. Характеры этого собрания энциклопедические. Предлагаемая зрителю выставка побывала уже во многих городах нашей страны. Художников всегда привлекали неординарные характеры, экстремальные ситуации и сюжеты произведений гения мировой литературы Шекспира. Уникальный проект, выполненный на рубеже 18-19 веков на родине автора Шекспировская галерея. Вот был такой издатель, вот сам гравюр Болдел, который решил увековечить творчество Шекспира в живописи. Вот хорошо оплатил живописцам английским того времени, известным живописцам, которые создали больше ста полотен живописных. Они были выставлены в специальный дом, построенный в центре Лондона. И он заказал еще гравюр, тоже знаменитым тех времен, со всех работ сделать гравюры. Таким образом у него оказалось где-то 106 гравюрованных работ, которые тоже были выставлены. На выставке в Рязани представлены работы из собрания гравюр, иллюстрирующих драматические произведения Шекспира, дополненные гравюрами мастеров Шекспировской галереи. Всего в экспозиции 42 произведения, более 20 авторов, выполненные в период с 1786 по 1824 год. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Субтитры создавал DimaTorzok